МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турнир собрал четыре команды. За главный приз боролись сборная ММК «Стальные топоры», «Кредо» и «МГТУ». Самым представительным получился состав «Стальных топоров». На лёд вышли в том числе действующие профессиональные хоккеисты, выступающие за клубы КХЛ, обладатели Кубка Гагарина Богдан Потехин, Евгений Григоренко, Ярослав Козов, Ренат Ибрагимов, Владимир Малиновский, а также «Челябинец» Станислав Чистов. В воротах у топоров играл Илья Сансонов, которому в следующем сезоне предстоит стать сменщиком Василия Кошечкина. В турнире приняли участие и сильнейшие игроки мастерского дивизиона ФЛХЛ. Сергей Зоткин, Дамир Гаймаддинов, Евгений Дорофеев. Конечно, не всем игрокам любительской лиги довелось примерить форму своих команд, уступив место профессионалам. Зато интерес к мемориалу был как никогда высоким, даже за пределами магнитки. На московских сайтах висит информация о турнире. Так что турнир уровень растет, и, конечно, из-за имен растет. Но парни понимают, но все равно, кто может играть на таком уровне, играет по пятерке у нас в команде, играет завтра, другие игроки тоже поиграют с нашего клуба, принимают участие в ФЛХЛ. Однако звездный состав не помог топорам одолеть в матче открытие команду Кредо. Уже после первого периода они уступали 0-5, а к финальной серии разрыв был еще более впечатляющим – 2-10. В составе проигравших отличились Ярослав Косов и Богдан Потехин. Дело не в именах. Не знаю, как я слышал, ребята напротив, в команде, да, уже катаются достаточное время. У нас кто-то, первый раз кто-то 2-3, то есть потихонечку вкатываемся, ничего там страшного нет. Хороший турнир, да, скатиться немножко. Главное, я думаю, здесь не победа, да, дружеские отношения и хорошая игра. У победителей солировала тройка Иван Кучин, Максим Мамин, Вадим Ермолаев – первый обладатель в Кубках Орламова в составе команды «Стальные лисы». Мамин оформил хет-трик, столь же результативно сыграл и его коллега Владилен Захаров, один из лидеров следующего поколения в Антагурской молодежке. Просто хочется как бы сыграть в свое удовольствие. Вот мы играем в свое удовольствие. Как-то так. Конечно, выиграть хочется. Все время, что ли? Да, да. Насколько вот на этой стадии летом, по сути, только начинается, насколько организм готов все-таки на льду находиться, а не сухими тренировками заниматься? Ну, конечно, тяжеловато, как бы физически. И сезон начинается у всех в следующем сезоне как бы раньше, поэтому и подготовка пораньше не помешает. Ну, в общем, в своем режиме работаем, нормально, готовимся. Действительно, каким бы ни был итоговый счет, самое главное, что серьезная подготовка к новому сезону, по сути, началась уже сейчас. Отдохнули достаточно времени, да, теперь потихоньку надо вкатываться. Не так много времени осталось до соревновочного лагеря, то есть безо льда никак, летом зал есть зал, но лед, конечно, мы же работаем на льду в целом весело. Во втором матче дебютного игрового дня встретились команды ММК и МГТУ. Цвета градообразующего предприятия «Магнитки» защищали известные хоккейные публики по выступлениям за металлог Евгений Глацких и Эльдар Нажмуддинов. Были в команде и хоккеисты, в разные годы выступавшие за «Стальных лис». Нашлось место и линейным арбитрам КХЛ, магнитогорцу Якову Полею и Алексею Отмахову из Екатеринбурга. Я позвал мой друг, напарник Яша Полей, он здесь играет, постоянно на любительском уровне, он пригласил меня поучаствовать в этом турнире. Я сейчас скучаю, я играл до 18 лет, сейчас как бы только являюсь судьей, поэтому скучаю, конечно, по игре непосредственно в качестве игрока. Состав сборной МГТУ усилили Павел Сдынов, Кирилл Лебедев, Евгений Соловьев, уже попробовавшие себя в КХЛ более молодые воспитанники «Магнитки» Дмитрий Арсенюк и Никита Жлоба, и обладатели Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Сергей Терещенко и Евгений Тинько. Уже к первому периоду команда МГТУ выигрывала 3-0, а в финальной серии ее преимущество выросло до 5 шагов – 6-1. Сегодня первый раз вышел за весь отпуск. Но ничего, нормально, конечно, тяжеловато, немножко припотел. А так нормально, ничего, обстановка хорошая. Видите, как музыка, все, болельщики пришли, вообще классно. Насколько вот необычно, непривычно то, что народ тут есть, и любители, и молодежная хоккейная лига, и из вышки ребята, ну и вот кое-кто из КХЛ даже? Ну, конечно, непривычно. Я вот в Омске тоже ходил, ну, играл с любителями. Да, мне кажется, уровень похуже, чем здесь. Вот здесь все, даже любители на хорошем уровне, и даже удивлен. Второй день турнира памяти Шпигала открывало противостояние Кредо и ММК. Основное время закончилось ничьей – 3-3. Решающий гол Кредовцы организовали уже в серии после матчевых штрафных бросков. Следом на лед детского дворца вышли МГТУ и стальные топоры. И подарили лицарителям самый результативный матч. Итоговый счет 9-6 в пользу студентов, которым практически без передышки предстояло провести решающую встречу, определявшую судьбу главного трофея турнира. Одержав победу со счетом 4-2, чемпионом стала команда Кредо. А в борьбе за третье место сборная ММК с таким же счетом обыграла стальных топоров.